Продолжается атака, здесь пытается Бенезер Осифо сыграть. Карлитос, удар! Верквелия, мяч штрафной, еще один удар, еще удар и гол! И гол, увы, на слоении ошибок в игре Рубина приводит к тому, что Мусака Натэ забивает гол на 11-й минуте. Действительно, очень слабо, что как казанцы начали матч. Мало того, что впереди ничего, еще момент возникает. Вот, смотрите, Карлитос бьет, у Кверквелия мяч толком не выносит, хотя, возможно, было нарушение со стороны Конатэ. Подтолкнул он спину Кверквелию, судья этого не увидел, мяч отскакивает от ноги игрока Рубина, и в ближний угол Рыжикова Муса Конатэ мяч отправляет. Да, от Камболова мяч отскочил, очень удобно под удар Конатэ. Сложно это оценивать, ох, как опасно! Рыжиков сыграл ногой, причем мяч непосредственно из аута вылетел, никого не коснулся. Да, вот этот момент со СССР. Конатэ опережает соперника, выходит к воротам, ой-ой-ой! Выручает Рыжиков, Карлитос бросаются уже под мяч игроки Рубина, спасаясь от верного гола сейчас. Надо остановить игру. Не, они останавливают ее вот таким образом. Ударом пытались остановить, а Сифуа поднялся, по-моему, Канунников. Чудом сейчас второй не мальчик с локомотивом. Но там была другая позиция, и правая нога. Что сейчас? Считают, что трех достаточно. Да, он острый угол, ему лучше, наверное, видеть происходящее. Сыглер подходит к плечу, бьет поворотом, угловой. Вот эпизод с Конатэ. Видите, как он опередил здесь Камболова. Но далеко мяч отпустил, Рыжиком вышел. Отскочила к Асифуа, выручил следующий уже игрок Краснодара. Портнягин с мячом. Этот раз не удается, обыграет Лакруа. Удар Аздоеву, гол! Это Канунников, не Аздоев, это Максим. Канунников сравнивает счет на 65-й минуту. Пошла передача на Портнягину. Тут пытался обыграть Лакруа. Тот мяч выбил, но прямо под удар Максиму Канунникову, который как следует приложился к этому мячу справа. И счет становится 1-1. Молодцовый Портнягин, и Канунников, и вообще весь Рубин все-таки во втором тайме добавил. Надо съем опять в атаке. И Демилсон справа. Идет сам от Набиулина, уходит, прострел! Увы, 2-1. Увы, опять Мусаку на Атэ. Это Швейцария, вот эта передача Карлиташа. И ушел здесь и Демилсон от Набиулина, который немножко неверно занял позицию. Пропустил, пропустил, и Демилсона в бровку. Надеялся, что успеет, а Демилсон быстро. И совсем правильно здесь действовал Набиулина, похоже. Изначально, когда занял позицию, надеясь остановить соперника. И вот результат.